Всем привет! Знаю, я давно не снимала видео, но по приезду из Кёльна дети пошли в сад и принесли оттуда вам желудочный гриб. И это очень неприятная болезнь. Ей мы все заразились, но, слава богу, мы переболели в легкой форме. Но, тем не менее, соблюдали постельный режим. И как-то снимать видео в такие дни нет не то, что желания, а просто сил. Но за это время я освоила новое хобби, и сейчас я вам похвастаюсь этим делом. Вот, я научилась вязать вот такие вот игрушки крючком. Эта техника называется амигуруми. Вот я взяла такого зайку, он ростом 50 сантиметров. Вот такого оленя Рудольфа. Две совушки. Аня говорит, что это бэби, а это ее мама. Вышила вот такую ёлку новогоднюю. Кирюшке она очень нравится. И сшила вот такого медвежонка. И это был мой первый мишка крючком. Первый и самый вымученный, потому что, ну как, всегда первый раз очень тяжело что-то делать, поэтому он с недостатками. Но, тем не менее, это самый дорогой, наверное, будет мишка, потому что самый первый. Жалко, что свою первую улитку я продала, потому что это была бы хорошая память. Но, тем не менее, я вот уже заготовила кучу игрушек. Вот два мишки, четыре улитки будут в новогоднем стиле. У нас в садике такая, как бы, традиция есть, о которой я узнала. Ну, вы знаете, что здесь есть эти адвент-календари. То есть 24 дня до адвента, ну, в смысле, до Рождества, да, с 1 декабря по 24 декабря. Каждый день здесь принято открывать, ну, какой-нибудь маленький подарочек. И вот сказали, что нужно от родителей, ну, в Аня одну группу, две коробочки сделать подарков, а в Кирюшину одну. Ну, у Ани, потому что всего 10 человек, а у Кирилла 24, и получается, что мне надо сделать три коробки. И вот там, где Аня, я вот думаю, что я подарю деткам по такой вот игрушечке. Ну, кому-то медведика, кому-то совушку, кому-то вот Рудольфа. Вторую коробочку я сделаю печеньки, а вот в Кирюшину группу я еще не придумала. Аня-то я напеку морковных печенек в виде всяких там рождественских фигурок, да, человечка, оленьки и звездочки, там, елочки украшу, и деткам будет счастье. А вот в Кирилла, я не знаю, 24 печенья делать, но это тоже каждое украшать надо очень долго. Я вот подумала, может быть, купить им каждому по шарику, по-воздушному. Ну, или, может, в принципе, можно с ними что-то провести, какой-нибудь мастер-класс, там, где гирлянду какую-то сделать или шишку украсить. Но мне не хватит моего немецкого для этого. Ну, есть вариант еще купить какую-нибудь рождественскую книгу и положить в коробку, и они просто будут ее читать. И она им останется как бы в группе. Теперь вот надо придумать что-нибудь. Еще хочу вам рассказать, что у Кирилла в садике было собеседование, мы ходили туда. Ну, как мы ходили туда. Мы, я отождествляю себя с семьей, поэтому говорю мы, хотя на самом деле туда ходил Стас и Кирилл. Я с Аней была дома, это было в 5 часов вечера, не познакомились, значит, с директором. Директор провел тесты для Кирилла, но не так, как у нас тесты проводятся, что ребенок должен читать, считать, на английском 20 слов знать и вообще быть вундеркиндом, чтобы поступить в школу. Нет, здесь тесты были больше психологического характера. Они определяют, готов ли ребенок к школе. Для этого ему нужно было нарисовать последовательность, то есть там был прямоугольник в прямоугольнике и последовательность в квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, и ему надо было продлить эту последовательность по кругу. Он хорошо с этим справился. Дальше нужно было вырезать рыбку, выбрать цвет рыбки. Надо было вырезать эту рыбку по кругу и определить ее положение на дереве. Когда-то, когда я изучала психологию, это был один семестр в университете, то я помню, что мы тоже показывали на дереве, где бы мы залезли и сели, и это говорило о нашем положении в обществе, то есть мы там дружелюбные, недружелюбные, хотим отдельно, хотим вместе, но точно я уже не помню. И третье, это надо было нарисовать себя. Ну, в принципе, все вроде как у нас хорошо, нам нужно донести документы, нам сразу сказали определиться, будем ли мы ходить в продленку, полный день или короткий день, то есть на полную продленку или на короткую, и здесь такое правило, если ты ходишь на полную продленку, ты не можешь забирать ребенка раньше. То есть если ребенок до 4, то ты можешь прийти без 15,4 и забрать его. Раньше, ну, как бы на постоянной основе этого делать нельзя. Уж не знаю почему, но как-то так. Помните, я показывала, у нас здесь плитку меняли? Так вот, два дня, и вот ее все заменили. Но я не об этом, я хотела вам показать, какую плитку они меняли. Вот эту. Вот скажите, что плохого в этой плитке? Хорошая, качественная плитка. Но нет, видимо, пришло время ее замены, потому что вот они всю ее поменяли, сняли и заменили. И это не только в нашем районе. В нескольких районах тоже делают замену плитке. Ну вот, ну, просто, ну, некуда людям деньги девать. С жиром весятся. Плитку хорошую, качественную меняют на еще более качественную. Мы сегодня пришли на Латерн-фест. Ну, или, как говорится, это фестиваль фонариков. У нас тут взрослые фонарики и вот такая горка, елка из фонариков. Все это происходит во дворе школы. И там вот Кирилл пытается залезть на башню. Безуспешно. Также мы принесли чай и брецли. Пусть будут брецли, потому что я не помню, как они называются. Такие же, как брецли, но только в виде палочек, а не рогаликов. Вот, и воспитатели вот помогают строить такую елку из фонарика. Все фонарики рукодельные, сами расписаны, раскрашены детками. И все это сопровождается песнями. Нам дали даже слова. И вот все это действие заканчивается кофе-чаепитием с печеньками. Здесь вот очень популярен горячий яблочный сок. Зимой, именно латерн-фестер. Ну да, зимой. И вот у Ани это то, что мы приносили. В общем, мы уже идем домой. Вторую часть песнопений мы не дождались, потому как на улице очень холодно, а мы на выходных только все переболели. Но мы выяснили, в чем суть этого праздника. Значит, давным-давно в какую-то из войн было очень много бедных. И вот этот рыцарь Мартин скакал на своем коне в плаще и увидел нищего, который замерзал. И, значит, он снял свой плащ, разрубил мечом его пополам, сказал, что мне и так хватит, и отдал половину плаща этому нищему. И, в общем, с тех пор в этот день все делятся друг с другом. Как бы смысл праздника, что все делятся друг с другом. То есть то, что мы принесли, там чайки, брецли и все остальное, как бы мы поделились. А вот откуда фонарики? Я не знаю. Может быть, раньше люди... Ну, не было света, да? И люди выходили с фонарями. Может, я пошел. Как бы именно традиция с фонариками ходить. Но фонарики — это красиво. Полодиннадцатого вечера. Вам не стыдно? Нет? 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 Нет. Продолжение следует...